Слава Господу! По милости Божьей мы сегодня видим лица друг друга, и нам Господь даровал это очень хорошее. И сегодня возможность для того, чтобы иметь встречу с Ним. Потому что я верю в Слово Божие, а оно говорит, что если мы собрались в имя Господне, Он среди нас. Я знаю, что Господь пришел сюда на это место и хочет сегодня нас благословить. Каждого. Господь любит каждого из нас, и никого не забыл, и никого не обошел. Он любит одинаково всех, Он любит меня, точно так же само каждого из вас. Господь не обошел стороной. Он сегодня здесь среди нас, и Он хочет благословить. Нам нужно только открывать сердце свое, нам нужно только открывать внутренность свою, и Господь войдет, придет милость Его в жизнь нашу, придет благословение Господне. И мы будем идти по этому земному пути, идти радуясь. Радуясь в том, что мы спасены. Потому что, знаете, есть много в этом мире, особенно здесь, в Америке, много таких временных радостей. Их по-инашему их не назовешь. Все это временное. Удовольствие это временное. Все, что вокруг нас, это временное, но есть вечное, которое дает только Иисус Христос. Есть то, которое дает только Господь. И мы сегодня и собрались для того, чтобы искать этого. Я этого ищу, я этого хочу, чтобы быть с Иисусом. Чтобы быть в ведении Божьем, чтобы быть в помазании Божьем, чтобы Дух Святой вел, чтобы не заблудиться в своей жизни, потому что очень много сегодня разных голосов, очень много разных течений и тому подобное, за которым очень легко можно пойти и заблудиться. Но мы имеем сегодня помазание Духа Святого, который учит нас. И Слово Божье говорит, что вы не имеете нужды, чтобы кто-то учил вас, но это помазание, оно учит вас внутри вас. И то, чему оно нас научило, этому держитесь. Только нужно слушать этот голос, только нужно быть внимательными к этому, и чтобы услышать голос Божий, и услышать голос Духа Святого. Он говорит, Дух Святой говорит постоянно, если мы крещены Духом Святым. Он учит нас. Только насколько наше сердце, внутренний наш разум, можно сказать, открытый для того, чтобы слышать этот нежный голос Божий. Знаете, я буду немножко читать Слово Божье. Мы чуть-чуть порассуждаем и будем молиться нашему Господу, будем призывать имя Господне. Будем призывать Господа, чтобы Он благословил сегодня наше собрание и благословил каждое сердце по отдельности. Потому что у Господа нет, знаете, матерей, нету внуков и тому подобное. Есть сыны и дочери, каждый отдельно. И Господь хочет иметь дело с каждым из нас отдельно и лично. Не в какой-то группе, хотя это хорошо и нужно. Для этого и собрание наше, для этого и церкви Господь создал. Но Господь именно хочет еще говорить индивидуально, с каждым по отдельности, и работать, и иметь свое отношение. И важно, когда мы будем иметь это отношение лично я с Господом, и каждый из вас с Иисусом Христом. Да поможет нам в этом Господь. Я буду читать Слово Божье. Мы немножко порассуждаем. Знаете, я так свою проповедь хотел бы назвать «Блаженство борствующих». Это очень важно сегодня. Это важно для меня. Это важно, мне кажется, во всем целом в наше время быть борствующим. Это есть блаженство. Это одно из блаженств, которых Иисус Христос оставил здесь, на сей земле. И Иван Леотлукия с 12 главы, мы читаем с 35 стишка и ниже. «Да будут шресла ваши припоясаны и светильники горящие. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучить, то час отворить ему. Блаженны рабы те, которых Господин придя найдет борствующими. Истину говорю вам, Он припоясется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу и в третью стражу придет и найдет их так, то блаженны рабы те». Здесь Слово Божье говорит, Иисус Христос говорит, что блаженны те, которые борствуют, которых, когда придет Господин, найдет борствующим. Это есть блаженство сегодня каждого из нас. Потому что в наше время мы видим очень много, и чем дальше, мне кажется, это умножается, умножается, жизнь человека прекращается мгновенно. И в большинстве случаев молодых людей приходит встреча с Господом. Пришел и постучался, и вся суть том, насколько я борствовал, и насколько я был готов для того, чтобы встретиться с Иисусом в этот момент. Знаете, в свое время, я вспоминаю, несколько лет назад на одной молитве мы молились, и Господь говорит Духом Святым, что ты упустил время некоторое. И говорит, и я приду встречаться с тобою и будь готовым к этому. Знаете, прошло немного времени, полгода прошло, я упал, поломал спину и лежал. Но я остался жив. Я остался жив, Господь сохранил мою жизнь. Хотя перед этим, знаете, я сам тракист, я выезжал с дома, и я часто был в каком-то страхе, Господи, а что если вот сейчас где-то в дороге со мной что-то произойдет, потому что я знал, что это Господь мне сказал, что будет встреча. Хотя проходило время, и как-то оно, ну, проходит время, и все как-то на свои места, как, скажем, становится, начинаешь опять своей буденой жизнью жить, но приходит время, когда я не ждал, когда я не думал. И я упал, и я лежал, я не мог сам встать, я не мог с постели подняться, даже не мог некоторое время повернуться сам, потому что пришла встреча. И я не был готов так, как должен был готов. А Господь сегодня, Он явил ко мне милость, Он оставил мою жизнь. Хотя я падал вниз головой, сильно ударился головой, но Господь сохранил, спина тоже поломалась, так нервы никакие не зацепились. Я сегодня стою перед вами, я могу работать. Это милость Господня. Но мы знаем, что Господь, Он хочет, чтобы мы сегодня были борствующими. Иисус в свое время, когда перед своими страданиями, Он взял некоторых учеников с собой и пошел к Евсиманскому саду, чтобы помолиться. Он попросил их, и говорит, что борствуйте со Мною, побудьте со Мною, молитесь со Мною, поборствуйте со Мною. И отошел и молился, но ученики они не смогли борствовать. Они не смогли в этот момент быть борствующими. Иисус им говорит такие слова, что молитесь и борствуйте, чтобы не упасть в искушение. Потому что, если человек перестает борствовать, приходят искушения в жизни. Приходят такие моменты, когда, если ты не борствовал, у тебя нет силы устоять, и ты даже не заметишь, как ты скатишься далеко вниз. Не заметишь, как ты окажешься на самом низу, потому что в твоей жизни в свое время не было борствования. Это очень важно сегодня быть борствующим, особенно в наших молитвах. Особенно, чтобы у нас было постоянно в молитве нашей, чтобы мы борствовали пред нашим Господом и искали лица Его. Мы можем вспомнить такой пример из Слова Божьего, из Ветхого Завета, об муже, который был назван другом Божьим, это Авраам. И Господь ему сказал, чтобы он принес жертву. Я не буду читать это место, вы можете дома посмотреть, почитать. И Бог ему сказал, принеси жертву, и Авраам взял, жертву разрубил, птиц положил, и борствовал. Написано, птицы налетали на эти жертвы, но он борствовал, он отгонял этих птиц, он стоял бодрый, он ждал, когда придет Господь и скажет ему Слово. Он борствовал. Потом написано, пришел на него страх, мрак, ужас. Тяжелое испытание пришло, но он стоял и борствовал. И когда он остался до конца борствующим, Господь пришел и сказал ему хорошее Слово, потому что он борствовал, говорит, что вся эта земля будет твоя, в тебе будет благословение всем народом. Я говорю своими словами, можете дома почитать, еще раз говорю это Слово. Поэтому нам важно сегодня борствовать, нам важно сегодня быть борствующим в состоянии, потому что это есть блаженство для нас, это есть великая милость для нас, когда мы будем борствовать и придет Господь и найдет нас таковыми, найдет нас на своем месте. Это блаженство, знаете, зависит от нас, насколько и как мы проводим свою жизнь. Знаете, не всем нам дано одно и то же, у каждого, Господь каждому определил свое, но блажен тот, который находится на своем месте и занимается тем, на чем его Господь поставил, на чем он борствует. Если Господь определил в человека на какое-то дело, блажен тот человек, который борствует в этом деле. И важно нам сегодня находиться в этом состоянии борствования. Я еще прочитаю место Слово Божие, это первое послание фессалоникийцам из пятой главы. С первого стишка. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно настигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве и не избегнуть. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Вы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как прочие, но будем борцвовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись броню веры и любви и шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. Здесь Слово Божье нам говорит, что о временах и строках нет нужды писать вам, потому что Иисус Христос говорил, и Писание говорит, что о дне том и часы не знает никто. Но вы не сыны ночи, чтобы спать. Знаете, сегодня можно услышать, что сегодня время пришло этих десяти мудрых дев, десяти дев, которые все уснули. Но Слово Божье нам говорит, что мы не сыны ночи, чтобы нам сегодня спать. не время спать, друзья, не время сегодня дремать, ибо спящие спят ночью, упивающиеся упиваются ночью, а мы сыны дня, мы не сыны ночи, мы дети самого Господа, мы есть сыны дня, и нам не время спать сегодня, нам сегодня нужно борьствовать, нам сегодня стоять нужно на страже, на страже души своей, не смотреть за кем-то, не борьствовать над тем, чтобы смотреть или следить за кем-то. Это не наше дело. Наше дело сегодня смотреть за собою, смотреть за своей душой, смотреть за своим состоянием, в каком положении сегодня я нахожусь. И знаете, если я на своем месте, Господь даст мне мудрости, Господь даст мне ведения, как подказать другому, если кто-то спотыкается, если кто-то где-то что-то неправильно делает. Но если я сегодня не борьствую, друзья, я в опасном положении, в опасном состоянии. Там в этой притче, где я читал, там дальше говорится, что если тот, кому Господь определил раздавать пищу, чтобы определил, какое это дело делать, придя и найдет его не таковым, а наоборот, обижающим других, бьющим рабов, то говорит, что очень плохой его конец будет, очень плохой конец. Поэтому да поможет нам Господь, друзья, сегодня борствовать в Слове Божьем. Иисус Христос очень много мест, о которых можно говорить, где Иисус сказал молитесь и борствуйте. Молитесь и борствуйте. Это идет совместно. Знаете, мы не можем борствовать без молитвы. И если мы будем молиться, то будет состояние борствования в нашей жизни. Господь будет давать силу. Иисус Христос сказал, что я лоза, а вы ветви. И если прибудете во мне, вы будете получать эту силу. А чтобы прибыть в Иисусе, нужно борствовать. Нужно пребывать в молитвах, нужно пребывать в молениях наших, нужно смотреть за собою, просить у Господа силы, быть подобными. Давиду, который говорил, Господи, ты смотри, на каком я пути. Правильно ли я иду за тобою? И говорит, укажи мне этот путь правильный, путь, по которому мне идти. Поэтому, друзья, будем сегодня борствовать. Будем сегодня просить у Господа силы, чтобы нам борствовать. Пророк один говорит, что на стражу мою стал я, чтобы услышать, что Господь внутри меня скажет. Он борствовал в нем состоянии, он борствовал для того, чтобы услышать, что Господь скажет. Чтобы услышать и не пропустить голос Божий, который скажет ему, что нужно для души его. И сегодня Господь, и в этот день, в это наше собрание, Он сегодня хочет что-то сказать для каждого из нас. Он приготовил что-то для каждого из нас. И нам нужно сегодня борствовать, чтобы услышать этот голос, чтобы не пропустить этот зов Господень, который будет сегодня говорить. Который Он говорит к нам постоянно, который сегодня хочет, чтобы мы все спаслись, чтобы жили в радости, чтобы не было у нас этого уныния. Знаете, иногда бывает у человека все вроде бы улыбается, все хорошо, но все наслаждения жизни вот рядом, а внутри пустота, а внутри нету радости, а внутри нету жизни. И бывает, знаете, я сам по себе могу сказать, бывают такие моменты, вроде бы все хорошо, вроде бы все нормально, а один аж встаешься и хочется плакать, потому что не чувствуешь присутствия Господня. Но знаете, я вспоминаю, когда я лежал, когда я не мог двигаться, были такие моменты, я оставался один, я плакал, но я плакал от радости, потому что я знал, что Господь оставил мою жизнь и что Господь со мною сейчас. Это хорошо, когда Господь рядом, это хорошо, когда Господь наполняет сердце, но нужно бодрствовать, чтобы постоянно пребывать в этом состоянии, чтобы Господь постоянно был с нами, не только на нашем собрании, не только подобно Сулу, когда Он вошел в поток благодати, Он исполнился, Духа Святого и начал пророчествовать. Этого мало, друзья, это нужно. Это нужно для нас, но этого мало. Мы должны быть бодствующими на всяком месте и во всякое время, и тогда Господь будет нас благословлять в жизни нашей. И тогда мы будем идти по этому пути, радуясь, иди и видеть Иисуса Христа впереди себя. Тогда не страшны будут никакие бури. Тогда не потопят нас эти волны, потому что мы будем бодрые и будем видеть Иисуса Христа впереди. И сейчас мы будем, друзья, молиться. Давайте попросим Иисуса Христа, попросим Духа Святого, чтобы нам пребывать в этом бодром состоянии, чтобы Он нам показал наше состояние, чтобы мы смогли пересмотреть себя, смогли пересмотреть жизнь свою. И если я не на своем месте, если я не в бодром состоянии, если я где-то отошел в сторону, или, может, я заснул сегодня. Господь есть сила. И кровь Иисуса Христа, она сильна очищать нас, она сильна поднимать нас, она сильна наполнять нас и вести вперед. Поэтому будем молиться и просить у Бога, чтобы Господь нам помог и провел нас, а Ему за все слава. Аминь. Будем молиться.